Библейский портал экзегет.ру представляет С одной стороны выступает за иудеев, за их право жить на своей земле, поклоняться своему богу, исполнять свои обычаи. С другой стороны, Лисий, полководец Антиоха Епифана, селевкицкого правителя, и его военачальник Горгий, который с большим отрядом, соответственно, преследует Иуду Маковея и его войско. И вот они уже готовятся к бою. Иудеев меньше, но они, во-первых, мотивированы, а во-вторых, за них бог. Тогда Горгий взял пять тысяч пехоты и тысячу отборной конницы. И ночью отряд выступил, чтобы напасть на станы иудеев и внезапным ударом разбить их. Провожатыми у них были сыны крепости. А сыны крепости, то есть, очевидно, те, кто живут в крепости в гарнизоне, в селевкицком гарнизоне в Иерусалиме, судя по всему, это некие иудеи, но те, которые перешли на сторону сильного, как им казалось, на сторону селевкидов. Услышал об этом Иуда и выступил самый сильный отряд, чтобы разгромить войско царя в Амаусе, пока силы Горгий еще не подтянулись к стану. Да, вот как им быть, когда против них превосходящие силы, а нужно мобильно бить их по частям, что Иуда и делает. А Горгий вошел ночью в станы иуды, никого там не застал, они ушли, поняв, что на них нападают. Вот в чем еще преимущество партизана, они знают все на своей местности и им всегда сообщают о передвижении оккупантов. Тогда он стал разыскивать их в горах, сказав, они спасаются от нас бегством. Вот уже не вышло неожиданное нападение и приходится там по горам туда-сюда мотаться, это, конечно, ослабляет, изнуряет воинов. Но с рассветом Иуда с тремя тысячами человек появился на равнине, правда, их доспехи и мечи оставляли желать лучшего. Но еще бы, они люди мирные, вообще-то изначально, и воюют в основном либо трофейным оружием, либо тем, что там дома у себя нашли. Увидели они сильное войско язычников, все в панцирах, с обеих сторон конницы, и при том обучены они воевать. Да, это уже хорошее регулярное войско селевкидов, те самые фаланги, которые победили персов. Конечно, им страшновато деревенщине-то этой со своим деревенским оружием выступать против лучшей армии мира на тот момент. Тогда Иуда сказал людям, что были с ним, не бойтесь их числа, не страшитесь их напора. Вспомните, как были спасены наши отцы в Красном море, когда их преследовал фараон с войском. Вот и теперь давайте воззовем к небу. Если мы будем ему угодно, и небо вспомнит завет с нашими отцами, то уничтожат сегодня это войско прямо у нас на глазах. Тогда все язычники узнают, что есть у Израиля искупитель и спаситель. Давайте обратим внимание, что Иуда Маковий, молясь, не говорит слово «Бог». Он называет небом его или искупитель, спаситель. Да, вот уже есть какая-то такая скромность, какое-то такое нежелание все время называть Бога по имени, как бы слишком на короткой ноге с ним общаться. Вот лучше как-то отстраненно. Потом в Евангелии у нас будет царство небесное, да? То же самое, что царство Божие, но как бы сказано с большей дистанцией, с большим уважением к Богу. Тут иноплеменники подняли глаза и увидели, что наши наступают на них. Вот это наши, да, все время меня так радует, когда он отождествляет себя с этим войском, наш повествователь. Он не был участником, судя по всему, но весьма вероятно, что говорил с участниками, что это по каким-то свежим следам. Увидели, что наши наступают на них и вышли из своего стана на битву, а те, кто был с Иудой, выструбили в трубы. Затем они схватились с язычниками и разгромили их, так что те бежали на равнину. Остальные все пали от клинка. Врагов преследовали до Газера, до равнины Думея, Зота и Амнии, и пало из их числа до трех тысяч человек. Полный разгром. Тогда Иуда со своим войском прекратил преследование и сказал своему народу, не стремитесь завладеть добычей. Что обычно происходит после победы? Там же воинский лагерь, да? А в лагере добыча, припасы, тем более иудеи это партизаны, у них почти ничего нет, им очень хочется поскорее получить доступ к этим припасам. Тот говорит, не стремитесь завладеть добычей, ведь нам еще предстоит битва. Горги с войском в горах неподалеку от нас. Вот та самая главная часть, которая хочет на них напасть, которая там по горам где-то их ищет. Так что встаньте теперь против наших врагов, сразитесь с ними, а потом безбоязненно возьмите добычу. Вот Иуда очень хороший тактик, да? И он использует преимущество партизанского войска на полную. Еще не закончил Иуда говорить, это как показалось на горе, какая-то часть вражеского войска. Я напомню, они же там по горам бегают и уже притомились в недоумении. Они поняли, что их соратники обращены в бегство, а наши поджигают их стан. Ведь дым, который они видели, дал им понять, что произошло. И, соответственно, это отборная часть в растерянности, как это, пока они ловили иудеев, иудеи разгромили их собственную базу. Видев все это, также готовые к битве отряд Иуды на равнине, они страшно испугались, и все бежали в землю на племенников. У страха глаза великие. А партизан мало, но оккупанты видят за каждым кустом притаившегося партизана, и поэтому их гораздо проще обратить в бегство. А партизанам терять нечего, они либо погибнут, либо освободятся. Аиуда возвратился, чтобы забрать Истана добычу, и взяли они много золота и серебра, пурпурных и багряных одежд, и несметные богатства. Возвращаясь, они пели гимны и благословляли небо за его благость, за милость его вовеки. И пришло в тот день великое избавление Израилю. Все иноплеменники, кому далось спастись, пришли и сообщили Лисе обо всем происшедшем. Лисе – это наместник царя в этой области. Он же, выслушав это, растерялся и пал духом. Не так получилось с Израилем, как хотелось Лисею. Не то вышло, что царь повелел. Вот первое поражение и дальше, как снежный ком. Вот это падение духа боевого в стане селевкицкого войска, просто потому, что им воевать-то, в общем, не за что. Ну, представим себя, на месте этих военачальников, они, конечно, готовы выслужиться перед царем, но когда начинается действительно серьезная война на истребление, зачем им это иудеи, что они в ней забыли? На следующий год, ну, все-таки надо исполнять повеление царя, собрал он 60 тысяч отборных пехотинцев и 5 тысяч конниц, чтобы разгромить наших, пытается взять реванш. Пришли они в Адумею, разбили, встал возле Бет-сур, а иуда вышел им навстречу с 10 тысячами своих людей, то есть 65 тысяч профессионалов против 10 тысяч любителей. И увидел он сильное войско и стал молиться так. Будь благословен, спаситель Израиля. Ты сокрушил натиск богатыря, рукой рабатого его Давида, имеется в виду Голиаф. А на кого же еще смотреть, как не на Давида, сразившего Голиафа при таком соотношении сил? Ты отдал ратино-племенников руки Аната, сына Саула и оруженосца. И вот Юнафан в традиционных переводах, соответственно, он тоже со своим оруженосцем перебил много ферестимлен. Отдай же и это войско в руки Израиля народа твоего. Смотрите, он молится не просто о победе, что вполне ожидаемо, но он приводит примеры былой помощи. Вот, Господи, ты с нами всегда поступал так, поступи с нами так и дальше. Это же вот твое все. И пусть они будут посоромлены со всей своей силой и со всей своей конницей. Внуши им страх, сломи дерзость их мощи, и пусть дрожат они, пока их истребляют. Срази их клинком любящих тебя, и пусть всякому ведомое имя твое хвалу вознесет тебе в песнопениях. Вот, опять-таки, не мы, крутые молодцы, за правое дело сражаемся, Господи, а ты, ты победитель. Мы твой инструмент, мы твоя рука. И бросились они друг на друга. И пали почти пять тысяч человек из войск Лисия, пали они пред нашими. Лисий, увидев, что его строй обращается в бегство, а воины Иуды, преисполненные отваги и готовы либо жить, либо достойно умереть, отступил в Антиохию, это столица селевкинской державы, и стал набирать наемников в еще большем числе, чтобы опять идти в Иудии. Наемников, наемников, да. Вот из 65 тысяч воинов пять пали, остальные бегут, зачем им умирать. А из Иудеев сколько пал мы не знаем, ну, остальные, бежать им некуда, им только драться до победы или до смерти. Иуда и его братья сказали, вот наши враги разбиты, давайте очистим и обновим святыни. Имеется в виду храм, в котором языческие всякие идолы и прочее. И собрался весь стан, и поднялся на гору Сион, и увидели они, святилище лежит в запустении, жертвенник осквернен, двери сожжены, на дворах заросли, словно в лесу, словно на какой-то горе, покои разрушены. Вот они взяли штурмом, наконец, Иерусалим, даже не штурмом, просто разбили в поле селевкинское войско, и из Иерусалима бежали все, он остался пустым, они занимают опустевший Иерусалим и видят, что храм в запустении. Тогда они разорвали на себе одежды, воскорбили великой скорби, посыпали голову пеплом, они простерли снится на земле, затрубили в вестовые трубы и возопили к небу. Затем Иуда отредил людей сражаться с теми, кто был в крепости, пока он не очистит святилище. Напомню, что крепость, она у нас все время упоминается, это такой бастион-твердыня селевкидов в Иерусалиме, построенная после взятия Иерусалима антиохом-эпифаном, и, соответственно, это очень мощное укрепление, там свой гарнизон и припасы, поэтому они там долго могут держаться. Затем Иерусалима Складывают на горе дома, дом имеется в виду храм, и ждут, что некий пророк придет и скажет, использовать эти камни. Вот какой пророк, кстати, а вот перед приходом Мессии, вероятно, вот тот самый, который потом будет Иоанном Крестителем. Но мы знаем, что уже эти камни не лежали там во времена Иоанна Крестителя, может быть, их каким-то образом использовали для строительства храма Иродова, может быть, что-то еще, мы не знаем. Но они начинают все заново. Потом они взяли камни, неотесанные, как велит закон, ну, то есть камни в природном их виде, и выстроили новый жертвенник по образцу прежнего. Отстроили святыни и внутренность дома, осветили дворы, священную утварь сделали новую, внесли в храм светильник, жертвенник для благовония и стол. То есть все в храме делается заново после этого языческого осквернения. Затем воскурили благовония на жертвенники, зажгли огни в светильнике, и храм озарился светом. Возложили на стол хлебы, развесили завесы и завершили все дела, которые делали. Вот храм, по сути дела, возвращается в то состояние, в котором он был при его восстановлении после Вавилонского плена. Ну, вот тут тоже маленький, но греческий плен. В 25-й день 9-го месяца, это месяц Хослев, 148-го года они поднялись на заре и принесли жертву, как велит закон, на жертвенники всесожжения, воздвигнутым ими заново. В ту же спору и в тот самый день, когда язычники осквернили храм, он был обновлен с песнопениями, кефарами, кенирами и кимвалами, и весь народ простерся низ, поклонился небу и возблагодарил за его попечение. Ну, вот, кстати, это праздник обновления, который упомянут даже в Новом Завете. Иисус приходит в Иерусалим на этот праздник, и иудеи по сей день его празднуют, как Хануку. Они справляли обновление жертвенников в течение восьми дней, приносив всесожжение с радостью и жертву спасения и хвалы. По фасаду они украсили храм золотыми венками и щитками, обновили ворота и покои, и навесили в них двери. В народе была величайшая радость, избавились они от позора, которым покрыли их язычники. И постановил Иуда со своими братьями и все собрание Израиля ежегодно праздновать дни обновления жертвенника, в одно и то же время, в течение восьми дней, начиная с двадцать пятого дня месяца Хаслев, в радости и веселье. Вот, собственно, праздник Ханука. Тогда же они возвели вокруг горы Сион высокие стены с мощными башнями, чтобы язычники, придя сюда, не попрали святыни, как это было раньше. Ну и заодно храм укрепляется как крепость. Кроме того, Иуда расположил там войско, чтобы охранять гуру, и для ее охраны укрепили также бетсуру, чтобы у народа была крепость, смотрящая на Идумею. Идумея в юго-восточной стороне. Ну вот, светильник восстановлен, храм восстановлен, жертвенник восстановлен, все восстановлено, и, собственно говоря, Иудея вернулась в то состояние, в котором она была до всех этих гонений. Только уже она не под властью селевкидов даже формально. Она независимое государство, пусть пока очень маленькое, и ведущее войну с этой самой селевкидской державой. Ну а как же, собственно, будут вести себя окрестные народы, ведь им тоже это, наверное, не очень понравится. Об этом следующая пятая глава. Продолжение следует...